Итак, дорогие друзья, добрый день, шалом! Мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, 20 глава. И с Божьей помощью мы сегодня находимся в 11 отрывке. Кто смотрит в прямом эфире, тем шалом. Кто слушает в записи, тем тоже шалом. Все, дорогие друзья, значит, мы продолжаем. Надеюсь, что вы слушали предыдущие уроки. Все уроки предыдущие за первый цикл, за второй цикл, по экклезиасту, по пертеовод. Это я говорю про мои уроки. И еще сотни, сотни других видео уроков и статей есть на портале vaikra.com. Vaikra.com. У нас есть группа в фейсбуке, на которой уже более 50 тысяч, слава богу, подписчиков. Которые слушают уроки Тора, которые идут в прямом эфире и в записи. Есть сайт, не забывайте, есть сайт. Вы можете на сайте подписаться на нашу ватсап-рассылку. И мы вам будем рассылать те уроки, которые вам интересны. Потому что наша цель vaikra – это ивазвал. То есть это название третьей книги в Торе, да, из пятикнижия, которая, может, я работаю на то, что принято назвать Торой, пятикнижия. И, значит, третья книга называется «Vaikra». Ивазвал. Всевышний взывает. Раньше он взывал через пророков. То есть обычный человек, он Бога напрямую не может воспринимать. Вот был первый человек, Адам решен, да, первый человек. Он, значит, воспринимал Бога в чистом виде. А потом он отошел от Бога, да, чуть-чуть отодвинулся из-за греха. Грех – это как стена, которая разделяет между человеком и Богом. И вот, значит, первый человек, Адам решен, он отодвинулся, и Бог к нему взывал. Он говорит «Где ты? Где ты?» Он взывал к этому первому человеку. А он спрятался. Он думал, что Бог его не видит. Куда он спрятался? Он спрятался в свои какие-то размышления и в свои представления. Потом Бог взывал к пророкам. Вот он к Моисею, к Маше Робейну, он взывал к нему из горящего куста, который горел и не сгорал. И Маше Робейну он воспринимал Бога в чистом виде. И он передал нам Тору. Он был как чистое стекло, сквозь которое Всевышний превращал свое себя, можно так сказать, да, в слова Тора, которые пророк говорил. Дальше было 300 тысяч пророков. Не все пророки, их книги актуальны для нас, поэтому в Тору вошли 24 книги пророков. Входят в Тору вообще. Помимо книги, пяти книжек, которые написал Маше Робейну, дальше идут Сефер Иушуа, книга Иушуа и так далее. Есть Писание, пророки, это все вместе называется Письменная Тора. Потом мудрецы, которые знали эту Письменную Тору прямо всю, прям всю, каждую букву, каждую короночку на Письменной Торе они знали. И у них была традиция, которую они получали от предыдущих поколений. И плюс у мудрецов не было пророчества, но к ним приходил ангелы. Приходили ангелы, вот, например, к Равьосову Кару, у него был Мадид, который ему рассказывал. У Рамхаля был Мадид, который ему рассказывал. То есть Мадид это как ангел, который ему передает. Но это не было пророчество. То есть пророчество это когда пророк сам заходил и соединялся со Всевышним. В общем, все это Тора, все это Тора, все это учение Всевышнего. И наша задача, как мы себе поставили такую как цель, чтобы все преподаватели Торы, которые хотят передать Слово Всевышнего, чтобы они могли на Ваикре передавать. А все, кто хотят услышать, они могли найти для себя удобную волну. Как знаете, как радиостанции. Все радиостанции передают музыку. Но одному нравится одна радиостанция, другому нравится другая радиостанция. Каждый, как говорится в Израиле, у каждого Абрама своя программа. И у каждого Додика своя методика. И у каждого Пиника своя лирика. Поэтому у нас есть сотни преподавателей Торы. И слава Богу уже более 50 тысяч подписчиков, которые хотят слушать Слова Всевышнего. Это вообще, слава Богу, мы создаем такой канал связи. Ваикра – это канал связи между духовным миром и материальным. Ваикра и Возвал. Все, друзья, а мы сейчас изучаем Мишлей. Мишлей – это притчи царя Соломона. Мудрейший из людей царь Соломон. Около трех тысяч лет назад он хотел передать мудрость Торы с помощью понятных примеров. И он передал. Уже три тысячи лет изучают его книгу. И, значит, но то, как он передавал, оно на сегодня уже большинству непонятно. Его примеры. Потому что мы не знаем, как выглядит муравей. А он нам объясняет, что работящий человек, он как муравей. Раньше человек, например, мог за муравьем наблюдать 4 часа в день. Потому что ему незачем было больше наблюдать. Вот сейчас люди 4 часа сидят в соцсетях в среднем в день. А раньше они 4 часа, они вместо Инстаграма наблюдали за муравьем. И они поэтому, понятное дело, они муравья понимали отлично. Потому что им незачем больше было наблюдать. Сидит, например, пастух. Вот он целый день ходит, у него на руке сидит муравей. И он его туда-сюда рассматривает, туда-сюда. Видит муравей, он целый день бегает. Хоть по руке, хоть где, муравей не останавливается. Все знали, что муравей это самое работящее создание. И царь Соломон, когда хотел показать им работящее, он говорил муравей. Но мы-то это не понимаем. Понятно. И мы стараемся сейчас понять, что он нам объяснял. Итак, значит, сегодня мы 11-й отрывок изучаем. И говорит нам царь Соломон следующую вещь. Гам бе маалалав итнакер наар имзах ваим яшар паало. Значит, по качествам своим. Маалалав это как качество. Качество добрый, жестокий, веселый, быстрый, экстраверт, интроверт. То есть, у каждого человека есть в его сущности прошита как бы разная операционная, ну, разные типажи. Да, есть, например, там соционик. Она говорит, есть 12 типажей. А есть, например, кто-то говорит, нет, есть экстраверты и интроверты. Есть два типажа. Есть, которые говорят, что есть четыре типажа. Да, например, Ицкак Адизас, он говорит, что есть там предприниматель, производитель, администратор и интегратор. Ну и так далее. То есть, есть разные типажи. Теперь, вот есть качество характера. Мне родители рассказывали, что я с детства, был еще маленький-маленький, когда там кто-то домой приходил, я прибегал и говорил, может вам тапочки, может вам водички принести. То есть, у меня было качество, я хотел помочь. Вот у меня есть такое качество, я очень люблю помогать людям. Мне нравится, когда я оказываю помощь, а люди мне за это благодарны. То есть, но это было видно в детстве уже, да. Говорит царь Салмон, То есть, по качествам, по его качеству, еще непонятно, он умный, не умный, что с ним дальше будет, какая профессия. Но уже видно, что это за типаж личности по подростку, по ребенку. Имзахва, имя Шарпало, или чистое, или прямое его действие. Значит, что он имеет в виду? Вот мы возьмем, например, известнейшую историю из Торы, прямо из пяти книжек. Это книга Берешит. Берешит Яаков и его 12 сыновей приходят. Они из... Долгое время, 22 года, жил Яаков у Лавана, у своего дяди, родного брата своей матери. И работал он там пастухом. Отработал он 7 лет за свою жену Рахель, 7 лет за свою жену Лею, 7 лет за имущество, которое ему не хотел отдавать Лаван. Он отработал все, и в итоге он уходит, у него уже 4 жены, 12 сыновей. Уходил он, было 11, и 12 сын родился у него уже, когда он пришел в Израиль, и при родах умерла его жена Рахель. И вот, когда они зашли в землю Израиля, то у него была одна еще дочка. 12 сыновей и одна дочка. И тут его дочку крадет, крадет его дочку. Она пошла в город за покупками. Они купили землю возле этого города Шхема. Яаков купил землю, поставил там свой ладерь. И дочка пошла в город купить что-то на рынке. И, значит, дочку Дину украл и изнасиловал сын правителя этого города, мэра города Шхема, которого звали Бен Хамор. Звали его... Хамор это был его папа, а его звали... Не помню как, сейчас кто-то напишет, да, кто помнит. Выскочило у меня почему-то его имя из головы. Шхем Бен Хамор, его так и звали, по-моему. Шхем Бен Хамор. Да. Значит, Хамор это осел, и Хамор это хомер. Хомер это материальность. Он был такой материальный, увидел красивую девушку, пришельце, и он ее схватил и изнасиловал. И влюбился. То есть, он такой девушки в жизни не видел. И он говорит папе, папа говорит, пойди с ними договорись, чтобы я на ней женился. Хочу на ней жениться. Шхем Бен Хамор, правильно, да, я вспомнил. Значит, приходит его папа и говорит Яакову. Яаков говорит, пускай шхем Бен Хамор, спасибо, да. И вот, значит, говорит его папа Хамор этот, говорит Яакову, значит, давайте мой сын женится на этой девушке, естественно, вы породнитесь с царской семьей нашей, вы здесь живите, у вас здесь все отлично, породнимся. Наша-ваша, ваша-наша, то есть, будем один народ. Яаков, он был, знаете, как, ну, Яаков это золотая середина, да. Яаков это Тора, Яаков это Исраэль, он стал, как раз получил от Всевышнего имя Исраэль. То есть, он, как мы учили в Мишле, что нужно уметь преодолеть свой гнев, не действовать в гневе, не быть эмоциональным. И он все от Всевышнего, то есть, он ему говорит, я сейчас ничего не скажу, мне нужно, чтобы сыновья пришли с поля, мы посоветуемся, что и вам ответим. Приходят сыновья с поля, они это узнали. Суд доделает два сына, два А. Значит, они решили сказать им следующее, что мы, евреи, у нас союз с Богом, и мы, значит, не можем жениться, выходить замуж за людей, которые другой идеологии и живут по-другому. И у нас есть знак союза с Богом, это обрезание. Авраам Авину, он сделал обрезание себе, сделал обрезание всему своему дому, всей своей семье, и обрезание это знак союза с Богом. То есть, Бритмила, знак обрезания. Союз обрезания это называется. И сказал Яков и его сыновья, сказали жителям Шхема, что мы можем жениться только на обрезанных. Те посовещались и говорят, ну, слушай, ну, давай обрежемся, какая разница, то есть, это прекрасная семья, богатая, видно, такие люди они, что сын хочет жениться, все, значит, давай обрежемся. И они, правитель города и его сын, вот этот вот Шхем, сын Хамора, уговорили всех жителей города сделать обрезание. Жители города, мужчины делают себе обрезание. И тут два брата родных, вот этой Дины, девушки Дины, они, они посовещались, звали их Шимон и Леви. И посовещавшись, они для себя решили, что по закону, на то время весь мир жил по законам сыновей Ноаха. Сыновья Ноаха, это после того, как Бог уничтожил человечество потопом, то он сказал Ною, остался один Ноев Ковчег, он ему сказал, что с этого момента меняется структура мироздания, то есть, до этого люди жили почти тысячу лет, сейчас будет максимальный срок жизни 120 лет, и жизнь эта будет нелегкая, потому что я вам дал вначале первому человечеству легкую жизнь, а вы все пошли против меня. Значит, сейчас у вас будет жизнь тяжелая, и вот у вас семь законов для сыновей Ноаха, которые все человечество должно соблюдать. За нарушение любого закона смертная казнь. Все. Так Бог сказал Ноаху и установил семь законов. Первый закон, который звучал, который есть для всего человечества, для сыновей Ноаха, первый закон звучит так. Делайте справедливый суд. Делайте справедливый суд. То есть, в мире должно быть правосудие, справедливость, закон один для всех, непререкаемый. И дальше есть шесть запретов, которые нельзя нарушать. Нельзя убивать, нельзя заниматься развратом, нельзя служить идолам, нельзя есть часть от живого, нельзя воровать. Значит, ну, я точно сейчас не помню. Вот шесть есть запретов, и одно есть повелительное. Делайте справедливый суд. За нарушение любого этого закона смертная казнь. Все просто, понятно. Теперь Шимон и Леви, они собрались, все говорят, что же творится. Сын правителя города нарушает закон, а весь город его поддерживает. Значит, значит, они все, они все заодно, все они такие же злодеи. И раз так, то им смертная казнь. И берут они, значит, мечи свои, два сына Якова, и, ну, идут в этот город, и, значит, вдвоем вырезают весь город. То есть они, это было на третий день после обрезания, они заходят, значит, и им тогда было там по 12-13 лет, они были такие, видно, спецназовцы, плюс Богом помогал, плюс пророки, то есть все, и они весь город вырезают. Теперь, после всего этого, один из них, его потомки, колено Леви, становятся священниками в храме, то есть они становятся священниками в храме, и, значит, они становятся самым святым коленом, из него идут коины, Мошарабейну Моисея из этого колена, то есть самые святые люди, они из колена Леви, которые полностью, у них не было земельного надела, они были полностью, моя жена дорогая, привет, привет, они были полностью посвящены Богу, это были потомки вот этого Леви, одного из этих двух братьев, а потомки второго Шимона, они не получили тоже своего надела в земле Израиля, и Яков, когда он умирал и давал благословения сыновьям, он сказал, проклят гнев и Леви, и Шимона, то есть гневаться нельзя по-любому, никому, но, тем не менее, гнев Леви был вызван, гнев Леви был вызван, он был ревнитель за Бога, то есть у него не было никаких личных, личной жестокости, у него не было никакой личной, вот этой вот радости от того, что он может убить кого-то, да, даже имея на это законную причину, а Шимон, у него не было вот такой чистой, как бы, как сказать, во имя небес, да, то есть у него в этом примешалась личная месть, желание отомстить за сестру, то есть один и тот же гнев, одно и то же действие, но у них было разное качество, и качество Леви привели его к тому, что это было колено, которое полностью было преданное Богу, и которые стали священниками, священниками, а качество Шимона, оно привело к тому, что они были, даже у них не было своего надела, они ходили между там, ну, то есть у них было не очень потом хорошее такое благословение, вот это то, что здесь написано в 11 отрывке, то есть подросток виден уже по своим качествам, имзах во имя Яшар Паало, чистое и прямое его действие, два человека дают сдаку, один дает сдаку, и говорит, вы знаете, я же вам даю сдаку, вы же пожалуйста напишите вот тут вот табличку, что я дал сдаку, потом приходит, говорит, нет, вы знаете, вы мою табличку повесили ниже, чем табличку Петрова, там, Сидорова, ну, или кого-то, вы мою табличку поднимите, пожалуйста, повыше, что это за дела, что мою табличку, я дал сдаку, а вы мне эту табличку ниже повесили, и он ходит всем, рассказывает про свою сдаку, теперь второй, он дает сдаку, и говорит, вы пожалуйста не говорите, кто дал, чтобы не дай Бог, человеку было неудобно, вы пожалуйста не говорите, кто дал, потому что я хочу, я это делаю во имя небес, я не хочу получать никакую благодарность от людей, ничего мне не надо, я знаю, что мы уже учили, значит, тот, кто помогает бедным, он дает взаймы Богу, прям в Мишле, это там царь Соломон объяснил, что так как у человека, которому Бог дал деньги, как в Перте, вот мы учили, дай Богу из его, потому что и ты, и все, что у тебя есть его, и когда человек это осознает, он понимает, что сдака это не милосердие, это справедливость, то есть он помогает кому-то, потому что Бог ему дал что-то, в чем была уже часть вот этой помощи, и Бог ему дал возможность помочь и получить заповедь, получить, перевести как бы материальное в духовную сферу, это и есть его главная награда, понятная идея, да, то есть одно и то же действие, оно может иметь разное наполнение, и в конце, мы учили в Каэлите, последний отрывок в Экклезиасте, он звучит так, «Выдаше, коль давар яви ашем ле мишпад, знай, говорит царь Соломон в Каэлите, в Экклезиасте в конце, всякую вещь приведет Бог на суд, коль на илам, все скрытое, им то вы им рай, и доброе, и хорошее, и плохое, и злое». Понятное дело, что если человек делает преступление, так Бог это должен судить, а за что судить хорошее? И вот объясняют как раз нам комментаторы-мудрецы, что хорошее может иметь разное наполнение, хорошее может иметь разное намерение, и намерение очень важно, и намерение человек должен у себя выстроить, он должен сам у себя первым делом выстроить вот этот вот стержень, который тоже в Экклезиасте, предпоследний отрывок, он звучит так, что «Совдавар» в конце концов все понятно, Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек, все. Вот когда у тебя есть этот стержень, который ты себе установил, что жизнь – это какой-то отрезок пути, в котором у тебя есть твоя душа, которая – это божественный свет, которая вообще оживляет человека, наполняет человека, является его сутью, и вся эта жизнь для того, чтобы укрепить свое самоосознание и соединить его со своей душой, с этим стержнем, когда у тебя понятно, что в мире нет других никаких целей, никаких нет других важных ценностей, что смысл жизни – это Бога бояться, заповеди его соблюдать, в этом и для этого весь человек, и тогда у тебя внутреннее намерение, оно как бы выстроено. Дальше ты на это намерение делаешь разные действия. В Перке вот нам советовали мудрецы тоже, что Раби Йоси такой был во второй главе, он говорил, что пусть будут все твои действия во имя небес, то есть можно любое действие, не только урок Торы, не только заповедь, можно еду, я кушаю, потому что Бог мне дал еду, и Бог мне дал возможность наполниться силами для того, чтобы служить Богу. Оп, еда становится служением Богу. Я сейчас ложусь спать, чтобы утром проснуться с новыми силами, поблагодарить Всевышнего, и своими действиями завтра прославить имя Всевышнего. Оп, у тебя сон становится заповедью. То есть все, абсолютно все, все твои действия, все твои поступки, все можно сделать заповедью, если у тебя есть вот этот внутренний стержень, понимание и намерение, куда ты все это направляешь. Хорошо, и последний 12-й отрывок, давайте сегодня, 11-й мы узнали, что по качествам определяется подросток, ребенок, если чистое и прямое его действия. Дальше все действия, они могут быть или чистые и прямые, если намерение прямое, или если намерение не прямое, то даже самые хорошие действия могут стать нечистыми. Это очень важно. Теперь 12-й отрывок. Значит, ухо слышит, глаз видит, Бог сделал оба. Зачем это писать? Ну, понятное дело, что Бог сделал оба. Зачем было бы, что царь Соломон открыл нам? Как он, что нам открыл такого, что ухо слышит, глаз видит, а Бог делает оба. Значит, мудрецы объясняют следующую вещь. Что все, что человек видит, он не понимает. Он вначале должен был узнать, а потом тогда картинка, которую он видит, наполняется смыслом. То есть то, что царь Соломон нам объяснил, что ухо слышит. А что значит ухо слышит? Мы же смыслы-то мы принимаем от кого-то. То есть ухо слышит, вначале ребенку объясняют. Это хорошо, это плохо, это красное, это белое, это черное, это день, это ночь, это добро, это зло. Вначале ребенку дают смысловое наполнение, он это слышит, он принимает от людей правила, по которым работает этот мир. Потом он видит, и он видит, значит, какой-то предмет, и у него сразу всплывает объяснение. То есть то, что видит, если человек вот просто, знаете, есть люди, у которых, у них мышление нарушено, их называют сумасшедшие, а их называют, ну, люди, которые не воспринимают адекватную реальность, да. Теперь, у него картинка может не сходиться с объяснением. Параноик, ему, смысл у него всего, что происходит, что ему угрожает опасность. Там, ну, и другие, есть отклонения, есть раздвоение личности, у человека внутри две личности, например, да, понятно. Теперь, царь Само нам говорит, объясняет схему, как работает. Озеншума, то есть объяснение, которое ты услышишь, оно дает твоему глазу возможность видеть, и то, что ты видишь, ты постоянно себе объясняешь. То есть на картинку все время накладывается смысл, который, который ты услышал от кого-то. Получается, что ты видишь мир сквозь призму чужого восприятия. Всегда. Всегда. Даже человек говорит, вот вчера у меня была одна такая, как коуч-сессия индивидуальная с человеком, и он говорит, вот я, как бы, я запутался, там, куда идти, куда двигаться. Я говорю, давай определим твои ценности. Ну, вот определили его ценности, порядок ценностей, да, что для него, он такой, да, я не знал, что я такой. То есть у него был набор ценностей, который именно и определяет его восприятие мира. И мы, когда начали разбирать каждую ценность, он сразу вспомнил, откуда у него, в какой момент это стало для него очень важным. Порядочность, честность, в какой момент для него стала важна и свобода, в какой момент для него стала важна, ну, и так далее, там, все эти ценности. И он вдруг понял, что все, что у него есть внутри, это влияние, объяснение других людей на него в разные периоды его жизни. И сейчас он исчерпал уже эти все влияния, то есть он уже достиг очень многого. И дальше он не понимает, что делать дальше. Я ему говорю, так ты сконструируй для себя новые ценности, сконструируй для себя новую модель себя и строй уже ее сам, как дом, как проект. Строй себя нового. И он себе нашел модель, на кого он хочет быть похожим через 5-7 лет. Это как методика. Он разобрался, во что тот верит и что для него важно. И теперь он, когда вложит в себя это понимание, дальше у него, у него, понятное дело, дальше у него изменится восприятие картинка мира, потому что мы мир воспринимаем не в чистом виде, а сквозь объяснение, которое есть у нас в голове. Значит, и дальше этот отрывок 12, он заканчивается. Бог сделал оба. И это царь Соломонов говорит, послушай, если ты думаешь, что мир можно как-то описать без Бога, если в мире можно как-то разобраться без Бога, если ты думаешь, что в мире ты можешь выстроить какую-то устойчивую модель, ты не можешь, никто не может. Нет человека, который бы выстроил устойчивую модель и в ней жил. Потому что есть одна модель, ее установил Бог. Это мир, который создал Бог. Есть добро, есть зло, есть материальный мир, духовный мир, есть человек, все. То есть, если ты пытаешься выстроить какую-то другую модель, придуманную, она развалится, ее нет. Это как раз вот то, что выдумывают люди. Это все, оно не сходится, это все какой-то калейдоскоп, и поэтому вот вы любого человека посмотрите в мире, или он тупой такой, который верит в какую-то иллюзию, знаете, есть такие тупые, фанатичные там, коммунисты, социалисты, нацисты, какие-то там, хиппи, панти, вот эти вот они верят в какую-то одну такую иллюзию, и они вот, ну, зашоренные такие, да, то есть, их можно назвать, но они-то, они все равно, понятное дело, у них не сходятся, потому что, даже тот, кто придумал коммунизм, казалось бы, у него все должно сходиться, Карл Маркс, да, а у него вообще не сходилось, у него совершенно несчастная жизнь, человек без гражданства, на похороны пришло 11 человек, несчастный в семейной жизни, больной, бедный, и так далее, то есть, те люди даже, которые выдумывают, казалось бы, у них должно сходиться, там, какие-то философы, Гурджиевы, там, Оша, возьмите любого, который выдумывает свою философию, полный развал, поэтому у нас есть, говорит нам царь Слаамон, он объясняет, ухо слышит, все, что ты слышишь, оно становится твоей моделью мира, глаз видит, значит, то, что ты видишь, потом описывается тем, что ты понял, Бог сделал и то, и другое, поэтому лучше иди, по божественной системе, и будет все хорошо, все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, значит, прекрасного дня, чтобы мы понимали, как все работает, и выстраивали свою жизнь по Торе, и не блуждали, влекомые сердцем и глазами, как два раза в день, религиозные евреи, мужчины, говорят, Шма-Исраэль, Шма-Исраэль, это интересно, что говорят, что это молитва, но это не молитва, вот есть две главных части в молитве, Шма-Исраэль, это обращение Бога к Исраэлю, к еврею, и мы читаем, что Бог говорит мне, а потом идет молитва, что я говорю Богу, Шма-Исраэль, это мой разговор с Богом, то, что я прошу, а Шма-Исраэль, это то, что Бог говорит мне, и там есть слова, и не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами, не блуждайте, все, удачи, успехов, всем прекрасного дня, полного служения Богу, пусть все наши действия будут во имя небес, все, удачи, успехов, пока. Субтитры создавал DimaTorzok